Черешня не плодоносит, что делать? При выборе сорта черешни для сада садоводы подбирают такой сорт, который подходит для данного региона. Их интересует, сколько будет расти черешня до первых плодов и к какому типу опылиния относится саженец. В описании к сорту есть вся эта информация. Когда начинает плодоносить черешня, считается, что у черешни плодоношение начинается через 4-5 лет с момента посадки. Но у каждого сорта это свой срок, порой зависящий от качества посадки и ухода за саженцем. На молодых деревьях урожай небольшой. В возрасте 10 лет черешня имеет сформированную крону и с этого времени дает хороший урожай от 10 до 30 кг, в зависимости от сорта. Почему черешня не плодоносит? Черешня – неприхотливое дерево, приносящее ежегодно плоды на протяжении многих лет. Есть среди них старожилы, которым почти 100 лет. Такова их биологическая особенность. Атакам различных вредителей черешня подвержена меньше, чем вишня. Но бывают случаи, когда дерево по характеристике своей урожайной по каким-то причинам отказывается плодоносить и стоит без урожая, как декоративное дерево. Начинающих садоводов волнует этот факт. Черешня не плодоносит, что делать. Необходимо разобрать наиболее распространенные причины отсутствия цветения и стараться не повторять их. Не подошло время цветения. Срок плодоношения зависит от сорта, районированного в регионе. Поэтому покупателям нужно поинтересоваться, какой сорт они берут, а также, на какой год будет плодоносить приобретенная черешня этого сорта. Время цветения черешни – место высадки. Причиной того, что черешня не цветет, может быть неправильно выбранное место. Ожидать цветения можно, если дерево высажено в южном или юго-западном участке сада. Дерево не любит сквозняков, поэтому его следует оградить от них и от холодного северного ветра. В рекомендациях по посадке черешни указано, как сажать дерево. Если была нарушена технология посадки и корневую шейку углубили в землю, это затормозит плодоношение. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы. На цветение и плодоношение влияет близость корней к грунтовым водам. Черешня не выносит заболоченных мест и низин. В этом случае рекомендуется перед посадкой в ямку насыпать дренаж. Корневую шейку углубили в землю почва, где растет черешня. Дерево хорошо живет на плодородной земле, имеющей нейтральную кислотность. Предпочитает умеренный полив с последующим рыхлением почвы для доступа воздуха к корням. Обычно рекомендуется в течение лета провести три полива, если сезон слишком сухой. После сбора урожая дерево один раз поливает в конце сентября. Плохая освещенность дерева черешня должна быть достаточно освещена прямыми солнечными лучами с утра до вечера или хотя бы до полудня. Она не должна быть в тени более высокорослых деревьев. Рекомендуется расстояние между деревьями выдерживать до 5 метров. Внесение удобрения на отсутствие цветения может повлиять неправильный уход дерева не вовремя подкорма, но удобрениями. Опыт показывает, что правильными будут подкормка осенью калинами 70 грамм и фосфорными 200 грамм удобрениями весной подкормка мочевиной 70 грамм. Внимание! При избытке азотных удобрений не черешня может начать выгонку веток листьев жировать. Черешня может зацветать и даже появляться зависть на ветках, но затем дерево сбрасывает зависть. Это происходит при малоплодородной почве и при нехватке кали и кальция. Эту ситуацию можно исправить внесением комплексных удобрений в очву. Многие садоводы удобряют дерево зелеными удобрениями, на которые черешня отзывается обильным зацветанием и плодоношением в дальнейшем. Для получения этих удобрений вокруг крона черешни летом садоводы высаживают горох, который осенью скашивают и заделывают в землю. Внесение удобрений обрезка слишком загущенная крона – это потеря части урожая. Для цветения и плодоношения дерева нужен солнечный свет, который не может пробиться в середину дерева сквозь густую крону-леству. Крона формируется в виде чаши в течение нескольких лет. В нее будет свободно проникать солнечный свет, черешня зацветет и будет плодоносить. В дальнейшем обрезка не делается, только удаляются засохшие и поврежденные ветки. Вредители и болезни, чтобы вредители не лишили садоводов и дачников урожая черешни, еще до распускания листьев рекомендуется опрыскивать. Растения 3% ной бордовской жидкостью. В период вегетации повторяется обработка, но концентрация уменьшается, используется 1% ной раствор. Если устранить последствия недочетов, которые были допущены при посадке черешни, года через 2-3 хозяева садов смогут насладиться ее вкусными ягодами. В перспективе они смогут заняться мероприятиями, позволяющими повысить плодоносность черешни. Черешня цветет, но не плодоносит. Не меньше озабочены садоводы и дачники тем, что черешня стоит в цвету, но не плодоносит. Что делать в этом случае? Это случается, когда отсутствует опыление, то есть был приобретен самый бесплодный саженец черешни, а в саду нет дерева, которое служило бы опылителем. Выход из сложившейся ситуации есть. Нужно все-таки посадить опылители, еще 2-3 дерева, если есть место в саду. Опылители, если бы садоводы, новички, внимательно ознакомились с описанием сорта перед закладкой сада, они бы обратили внимание на вид опыления, на то, какие сорта совместимы для опыления и приобрели бы сразу несколько саженцев черешни. Для черешин, выращиваемых в средней полосе России, универсальными опылителями считается сорта и пути чермашная. Они частично самоплодны и при перекрестном опылении дают ягодам приятный черешневый вкус. Но пока деревья опылители вырастут, если есть место, куда их посадить, дачникам хочется получать урожаи, которые так долго ждали. Как вариант, они могут сделать прививку к дереву нескольких веток черешни других совместимых сортов этого же срока созревания. Привитые ветки уже на второй год зацветут, а это быстрее, чем подрастут и зацветут вновь посаженные в саду саженцы. Таким образом положительно решится вопрос с опылением и в саду появится чудо-дерево с ветками разных сортов и фруктами, имеющими разную окраску и разный, но оригинальный вкус. Помочь дереву опылиться могут пчелы. Для этого нужно провести опрыскивание цветущих веток раствором меда на 1 литр воды 1 час. Лист меда. Они же будут помощниками в безветренную погоду для самопыляемых черешин. Погодные условия, влияющие на плодоношение. Черешни очень любят солнечное тепло, дождливая погода и зимняя холода сильно сказываются на урожайности. Если погода дождливая во время цветения, урожай можно не ожидать. Пчелы не делают облеты в такую погоду, а пыльца на цветах стерилизуется. Дождливая погода не меньше вред приносит заморозки, при которых деревья могут подмерзать. Для садов, находящихся в средней полосе России, рекомендуется выбрать такие сорта черешни, которые устойчивы к заморозкам. Если раньше считалось, что это дерево может расти только в южных районах, то теперь, благодаря работе селекционеров, оно прекрасно. Адаптировалось и ежегодно дает урожай в регионах с суровыми зимами. Только нужно правильно подобрать сорт дерева для своего региона. Высокая зимостойкость древесины, брянская розовая, веда, одринка. Хорошая зимостойкость цветковых почек и путь, брянская розовая, бряночка, фатеш. Присутствуют оба признака, фатеш, веда и путь. Брянская розовая и другие. В выведенных сортах селекционерам удалось заставить черешню зацветать позже после возвратных заморозков, которые губительны для пробудивших гасе дерева. Хорошо, если в садах у дачников средней полосы России растут морозостойкие сорта черешни. Но есть и такие сады, где растут обычные черешни, высаженные за несколько лет до выведенных зимостойких сортов. Они могут замерзать, когда случаются неожиданные погодные курьезы, в виде сильных морозов, возвратных заморозков или слишком рано наступившей зимы. Причем могут вымерзать цветочные почки или примерзла оказывается древесина. Поэтому садоводов интересует вопрос подмерзла черешни, что делать. Морозостойкие сорта черешни – признаки подмерзания черешни. В мае-июне точно можно определить, насколько промерзло дерево. Опытные садоводы определяют это по внешнему виду дерева. Его побеги темнеют, кора отмирает и становится темно-бурого цвета. Следует посмотреть на срез сердцевины ствола и веток, если они имеют коричневый цвет, это свидетельствует о незначительном промерзании веток. Чтобы убедиться в том, что ветки не вымерзли, нужно сделать срез ветки и поставить на неделю воду, крив пленкой. Если ветка повреждена, ее почки не набухнут и не распустятся. Это говорит о том, что дерево повреждено морозом. Что делать, если черешня все-таки замерзла? Опытные садоводы, делясь своей практикой, считают, что в данном случае могут помочь следующие меры, если слабое промерзание нужно провести обрезку веток с явными признаками, указывающими на это, до распускания почек при сильном промерзании нужно подождать момент, когда дерево начнет расти и после этого провести обрезку подмерзших веток, провести опрыскивание подмерзших деревьев холодной водой перед восходом солнца. Своевременно проведенное опрыскивание позволяет веткам кроны долго оттаивать, выводя из клеток мелкие кристаллики льда в условиях медленного нагрева лучами солнца. Нельзя опрыскивать теплой водой, это обрекает дерево на гибель. Сильные морозы могут подмораживать стволы и скелетные ветки, а от резких перепадов температуры появляются морозобойны. Их защищают и дезинфицируют с помощью медного купороса. Садовым вором запечатываются раны. Подмороженные стволы черешни встречаются случаи, когда при сильных морозах черешня замерзла и дала побеги снизу. Это говорит о том, что корни дерева не пострадали. Дерево спиливают, оставляя самый сильный побег, из которого вырастает новое дерево. Иногда ростки появляются только тогда, когда дерево уже спилено. Выбирается два из них и по мере роста оставляется один наиболее сильный. Деревца, полученные с такой поросли, прививать не нужно, так как они сохраняют свойства материнского дерева. Опытные садоводы не перестают ухаживать за деревьями в саду в зимнее время. Чтобы деревья зимой не подмерзали, нужно предпринимать профилактические меры. Если снег покрыл ветки в зимнее время, для деревьев это хорошо. Но нельзя допускать, чтобы снег лежал на них во время оттепели. Он в это время налипает на ветки, превращаясь в лед. Как результат, почки подаль до могут вымерзнуть, и еще хуже, могут сломаться даже крепкие ветки. Садоводы следят за этим и мокрый снег всегда стряхивают с деревьев, а под стволом утаптывают снег, чтобы уберечь его от грызунов. Ответы на распространенные вопросы. Довольно часто у новичков садоводов возникает вопрос о плодоношении черешни, если она растет одна. Специалисты, опираясь на собственный опыт, объясняют, что черешня-одиночка, какого бы сорта она ни была, не дает большой урожай, даже если относится к сортам самоплодным. На ней формируется всего 50% от возможного урожая. Если бы рядом росло дерево с перекрестным опылением, урожай был бы 100%. Если растет одинокое дерево с перекрестным опылением, то вероятность плодоношения еще меньше. Что делать в этом случае, указано в статье выше. Формирование черешни – вопрос, который волнует и дачников, и садоводов о плохом росте дерева и плохом плодоношении связан только с плохим уходом за деревом и нарушением агротехники. Развернутый ответ на него дан в статье. Подводя итог вышеизложенному, чтобы получать хороший урожай выбранного сорта черешни, необходимо иметь саду, удовлетворяющий запросам садоводов и дачников, несколько деревьев черешни для хорошего опыления. Сорта должны быть зимостойкие, высокоурожайные, плодоносные, крупноплодные, с отделяющимися косточками правильно выполнять агротехнические требования, касающиеся выбора места и почвы, проводить своевременно подкормки, мульчирование, обрезку и полив, следить за состоянием деревьев и проводить предупредительные мероприятия по борьбе с вредителями и заболеваниями, стараться не допускать обморожения деревьев. Предпринимаем меры по защите от заморозков. В результате черешни порадуют дачников, садоводов, новичков и хозяев приусадебных участках хорошим урожаем.